Заключительное в этом году заседание муниципальных депутатов началось с мажорной ноты. За многолетний добросовестный труд и успешную профессиональную деятельность глава округа Андрей Иванов и председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова наградили заведующую инфекционным отделением Одинцовской областной больницы Светлану Киян. В этом году ей было присвоено почетное звание заслуженного работника здравоохранения Подмосковья. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Огромное спасибо Андрею Роботовичу, всем вам, которые нас не оставляют, просто не оставляют. Нам дарят подарки, нам привозят фрукты, дарят градусники. Это для войны. Спасибо вам большое. Деловая повестка началась с доклада главы округа об итогах уходящего года. В муниципалитете активно шло строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры. Были восстановлены права многих дольщиков. Несмотря на пандемию, увеличилось количество зарегистрированных предпринимателей. Успешно идет работа с налоговыми должниками и с обращениями граждан на портал Добродел. Если раньше губернатор говорил, что нам нужно брать лучший опыт у коллег, у соседей, были маленькие территории, которым в прошлом году удавалось справляться со всеми задачами, и количество обращений было не таким большим, то теперь все стремятся получить нашу. Все приезжают к нам в ЦУР, и Красногорск, и Балашиха, и Химки, все пытаются наши прорывные технологии в этом вопросе тоже перенять. Для нас это, конечно, большой успех. Коснулись депутаты и вопроса муниципального бюджета. Как сообщила начальник финансово-казначейского управления Людмила Тарасова, расходы изменены в связи с приведением в соответствие с региональными госпрограммами и из-за экономии по результатам проведения закупок. Расходы по отдельным мероприятиям перенесены в бюджет на 2022 год и плановый период. Доходы бюджета уточняются в части межбюджетных трансфертов из бюджета других уровней, а также в части собственных доходов, исходя из ожидаемого поступления в 2021 году. Также депутаты обсудили меры социальной поддержки. Для вышедших на пенсию жителей округа, имеющих звание почетных гражданин, была предложена ежемесячная денежная выплата в размере 70 тысяч рублей. В настоящее время в округе проживает шесть таких граждан. Два человека, имеющие звание почетных гражданин Одинцовского муниципального района, три человека, имеющие звание почетных гражданин города Звенигорода и один человек, имеющий звание почетных гражданин Одинцовского городского округа. Данное предложение было поддержано парламентариями единогласно. Наталья Кончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Спасибо. Спасибо.